Живописный берег Грибного канала – одно из излюбленных мест активного отдыха нижегородцев и гостей города. Золотой песок, яхт-клуб, обустроенные пляжи. А какой отсюда открывается вид на город? Вот только почему-то многие отдыхающие словно специально хотят превратить это место в большую свалку. Мусор здесь на каждом шагу. Экологи и неравнодушные нижегородцы снова и снова бьют тревогу. Волонтеры в очередной раз выходят на уборку прибрежной зоны. Я – коренной нижегородец. Я очень люблю наш город. И таких людей, как я, их очень много. Их большинство. И когда я вижу то, что творится вот здесь, на Грибном канале, в черте родного и любимого города, это просто шевелятся волосы. Это катастрофа. Как могут нормальные люди оставлять после себя такую грязь? Я этого не понимаю. Неужели нельзя после того, как вы провели время на природе, взять пакетик, сложить туда мусор и вынести его до ближайшего контейнера или до ближайшей урны? Большое спасибо волонтерам, потому что без них зоны рекреации, они бы все превратились давно в горы мусора. Потому что периодически волонтеры различных организаций выходят на такие акции. Малым составом, большим составом, когда не было пандемии. Много ребят выходило. Ну, убирали просто. Камазы вывозили. Но, понимаете, это все, это наш мир, который мы сами засоряем. На уборку Грибного канала вышло около полусотни добровольцев. Вооружившись пакетами и перчатками, они приступили к работе. Итак, просто представьте, буквально за 15 минут волонтеры собрали несколько десятков мешков с мусором. Вообще же, на уборку этой территории они сегодня решили потратить весь день. Компания предложила съездить сюда в целях экологической уборки. В принципе, я считаю, что это очень полезно для нашего города. В принципе, для меня тоже будет полезно. На этот раз наводить порядок решили совместными усилиями. Акцию проводят сразу несколько организаций. Торгово-промышленная палата, Министерство экологии и природных ресурсов региона, представители благотворительных фондов и волонтеры. Будем продолжать проводить такие субботники, поддерживать их. Ведь мы нацелены на результат, именно непосредственно, когда мы вышли на территорию, убрали ее. И за это нам природа говорит спасибо. И будем надеяться только на то, что все-таки когда-нибудь действительно в головах всех жителей, не только города Нижнего Новгорода и вообще всего мира, будет устойчивое такое понятие, что мусорить нельзя. Экологический проект «Чистая Волга» осуществляется фондом «Без рек, как без рук» и аффилированными компаниями «Филипп Моррис Интернешнл» в России и Национального совета по волонтерству Нижегородской области. Эта акция – часть большого проекта, который был запущен в прошлом году. Это совместная инициатива нашей компании и фонда «Без рек, как без рук». Данная инициатива направлена на сохранение одного из наших ключевых водных объектов – реки Волга и включает в себя несколько регионов и несколько городов России, которые находятся на протяжении как раз хода течения реки Волги. И, конечно же, Нижний Новгород стал частью этой большой истории. Я очень надеюсь, что наше сегодняшнее мероприятие станет традиционным в Нижегородской области и также внесет свой посильный вклад в реализацию Национального проекта «Экология» в Российской Федерации. Действительно, в очередной раз хочется напомнить нижегородцам такую банальную истину. Чистота прибрежной зоны и самой реки напрямую зависит от бдительности самих отдыхающих. Берегите природу. Наталья Лисова, Алексей Калякин. Время новостей.